Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в Российском национальном музее музыки. Мы не просто рады, безумно рады встрече с вами, потому что мы все соскучились по вам. Мы так долго были здесь одни, и нам так долго вас не хватало. И сейчас мы находимся, как и все, в режиме ограничений, поэтому мы не можем это проводить в большем зале, чем сегодня в этот зал, в котором вас пригласили. Но! Зато вместе с вами этот концерт смотрят и слушают еще большое количество людей, потому что идет трансляция на самом крупном портале в нашей стране, а может быть и в мире, портал культура.рф. И я благодарю за это Министерство культуры Российской Федерации за предоставленные возможности, потому что этот вечер обязательно должен быть запечатлен. И мы с вами счастливые люди, потому что мы находимся и присутствуем сегодня при настоящем историческом событии. Я не очень помню творческие вечера или концерты, когда герой нашего вечера, или герой вообще вечера, может сказать, что 50 лет, 50 лет я дружу с тем или иным человеком. А вот 50 лет дружить с музеем, вообще с учреждением. Мы знаем замечательные театральные примеры, знаем и помним их, но, к сожалению, их не так много. Итак, этот вечер был нами задуман в конце прошлого года. Мы вообще не понимали, будет это, не будет, можно это будет проводить, нельзя будет проводить. Но в разговоре с Алексеем Борисовичем Любимовым мы все-таки наметили и вставили это в наши планы. И очень надеялись, что это будет обязательно. Творческие встречи Алексея Борисовича начались с этим музеем еще в начале самых 70-х годов, когда музей располагался в небольшом, но очень красивом и уютном здании в Кемергерском переулке. О, прошу прощения, в Георгиевском переулке. Это был центральный музей музыкальной культуры имени Глинки. И кому хочется посмотреть, как это выглядит, есть замечательная передача, она есть в сети интернет, где Иракли Андронников рассказывает свою историю посещения этого музея. И называется эта программа «В троекуровых палатах». И он рассказывает о наиболее интересных экспонатах, кстати, которые здесь же сейчас и находятся, и в этой экспозиции. У Алексея Борисовича Любимова широкий круг интересов, но открой вам секрет, пока он меня не слышит. Он меня просил поговорить вообще с ним без всякого пафоса. Сказал, а можно как-то попроще? Я сказал, да вроде с пафосом и не очень получится. Поэтому я весь пафос убираю, у меня есть заготовленные речи, речей не будет. Я хочу пригласить под ваши аплодисменты народного артиста России, профессора Московской консерватории, человеку, у которого большое количество всевозможных регалий, ну, если захочет, сам расскажет, а если нет, то просто. Алексей Любимов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Борисович, все, поклонились, можете присаживаться. Нет, пока не за инструмент. Нет, нет, нет. У нас же с вами творческий вечер. Конечно. Никаких репетиций не было. В общем, этот жанр и не предполагал никаких репетиций. Мы договорились поговорить. Прежде всего, Алексей Борисович, я хотел бы, чтобы и сотрудники музея, которых пришло очень много сейчас на этот вечер, и, конечно же, наша замечательная публика, название интригующее. 50 лет. 50 лет вместе. Алексей Борисович, ну расскажите, как это? Добрый вечер. Я очень признателен вам за приглашение и за внезапную, спонтанную и очень для меня самого интригующую тему, даже, я бы сказал, мотив этого вечера. Действительно, повод к этому вечеру, к сегодняшней дате, к дате этого года, очень простой. С самого начала 70-х годов мне было любопытно, даже еще раньше. Я любопытствовал по поводу старинных инструментов. Ну, я думаю, что все знают, что я занимался клавесинами, занимался старинной музыкой, но вот одни из первых, так сказать, импульсов – это были инструменты, выставленные в здании музея, тогда еще Немальшова, в Георгийском переулке, Троекуровой палаты. И я не то чтобы стал завсегдатаем музея, но меня вообще всегда привлекали какие-то редкости, и какая-то экзотика, не связанная с консерваторией и с нашим академическим обучением. А вот старинные инструменты – это то, что ушло тогда и, казалось бы, никогда не вернется. И вдруг вот в музее эти все инструменты были, часть из них была даже немножко играющая. Но я сразу заприметил тут несколько инструментов. Вот этот маленький спинет Марко Ядро, 16 века, который здесь стоит, позже отреставрирован. Инструмент английский Бурката Шуди, который там стоял и тоже еще не был реставрирован. И когда я начал записывать на клавесине, это было самое начало 70-х годов, по-моему, 70-й или 71-й год для мелодии, мне пришло в голову, тогда уже был интерес все-таки, что клавесин – это не что-то одно и то же, как рояль, а это очень разные инструменты по своей конструкции, по своим звуковым особенностям, по своим масштабам и так далее. В музее я обнаружил такой инструмент, это был маленький нойперт одномануальный. И в это время, это середина 70-х, я приобрел первый в моей жизни исторический, так сказать, историческую модель. Это копия, не совсем копия. Это инструмент итальянского типа, маленький инструмент, который был построен из, как говорят сейчас, кит, полуфабрикат, из сборных деталей. Вот он мне достался, этот инструмент, и мелодия согласилась записать пластинку на этих двух инструментах, по стороне на каждый инструмент. И таким образом мы пришли к записи в тройкуровых палатах, в которых мы записали и этот инструмент, мой итальянский, и нойперт, который можно считать немецким инструментом. И в этой записи, вы, может быть, увидите, сейчас будет, наверное, показана обложка этих пластинок. Что, говорит Алексей Борисович, на экране идут иллюстрации из фондов музея и из личного архива Алексея Борисовича. Спасибо. Но лучше показать, наверное, обложка уже была? Была. Мы можем вернуть. С клавесином. Да. Эта пластинка была записана в здании музея. И кроме сольных пьес мне помогли мои коллеги. Я считал необходимым сразу обозначить, что в клавесинной музыке необходима и камерная музыка. И вот двое из этих коллег, флейтист Олег Худяков и гамбист Анатолий Гринденко, участвовавший в этом диске, будут играть сегодня. Другие два, двое коллег, по разным причинам сегодня не смогли участвовать. Это Татьяна Гринденко и велончелист Михаил Мильман. Но я очень рад, что мои замечательные друзья сегодня сыграют трио Буамартье. Вот. Так что вот это начало. Спасибо большое. Пластинка была записана в 77-м году. Алексей Борисович, насколько нам известно, что было записано две пластинки фирмы «Мелодия»? Да. На этом мое музейное содружество не окончилось, далеко не окончилось. То есть интерес к подлинным старым инструментам возрастал. И к концу 70-х я приобрел еще две копии из зарубежных инструментов. Это фламандский клавесин и английский вирджинал. Но в то время, когда я записывал первую пластинку, я тогда у директрисы забросил удочку. А что, если нам реставрировать клавесин Шуди? Но она очень отвела этот вопрос. Деликатный. Можно сказать про деликатность этой истории? Конечно. Потому что история Шуди, этого клавесина, чрезвычайно богата историческими фактами. Он достался нам сюда, будучи привезен после войны, кем мы не знаем, в общем, вывезен из, ну, советскими солдатами, наверное, или офицерами, не знаю. Будучи вывезен из нового дворца в Потсдаме. Дворец принадлежал прусскому королю Фридриху Великому в XVIII веке. Это был самый великий патрон музыки в Германии в то время. И к нему стекались самые крупные музыканты. К нему поступил на службу средний сын великого Баха, Карл Филипп Эммануил Бах, еще при жизни, в 40-х годах, еще при жизни Яганна Себастьяна Баха. И сам Себастьян Бах ездил два раза к Фридриху и написал для него музыкальное приношение. Это, как всем это известно. Но дальше, в 50-е, в 60-е годы, Фридрих организовывал феноменальные, конечно, концерты. Есть картины, есть гравюры, которые все это изображают. И он выписывал лучших музыкантов и лучшие инструменты. У него к этому времени, в 60-е годы, сложилась коллекция, не знаю, скольких клавишных инструментов. Там были и французские, и немецкие, и клавесины из Эльбермана, и ранние фортепиано. Но вот дело в том, что младший сын Баха, Яганн Кристиан Бах, которого звали уже в то время лондонским Бахом, он уже с 60-х годов, он жил в Лондоне и приобрел славу как сам один из крупнейших оперных композиторов. И через него, очевидно, Фридрих заказал у мастера Шуди два клавесина, вот такие большие, с пятю регистрами. И прежде чем они были присланы к нему во дворец, они простояли у Яганна Кристиана Баха в Лондоне. Это был 65-66 год, клавесины датируются 66-м годом. И вот, безусловно, Яганн Кристиан Бах прикасался к ним, но тут два клавесина. Они известны под номерами 512, это мастеровые номера, 511 и 512. Наш клавесин имеет номер 512. 511 после войны попал в Венский музей, а наш сюда. Вот, в это время в Лондоне гостил Леопольд Моцарт со своим сыном Больфгангом. И это известно документально, что они играли в доме у Яганна Кристиана Баха на клавесине, разыгрывая четыре руки. Известны четырехкручные сонаты и самого Кристиана Баха, и Моцарт в это же время написал свою раннюю детскую четырехкручную сонату. Вот. Через год инструменты поступили во дворец Фридриха Великого. И, безусловно, на них играли самые разные музыканты. Мы теперь не можем установить, какой из этих клавесинов, 511 или 512, был в руках у маленького Моцарта. Но точно, что эти клавесины стояли в доме у Кристиана Баха, прежде чем они поступили в Потсдам. И после войны, вот таким образом, возможно, что на этом клавесине были когда-то следы пальцев и Моцарта тоже. Но в любом случае, следы пальцев обоих сыновей Баха на нем есть. – Деликатная история. – Да, деликатная история. И вот в 1985 году, я уж не помню, я часто заходил в музей, и с тогдашним директором Макаровым мне удалось просто как-то эту историю рассказать. Он говорит, а чего нам его не реставрировать? Его никто пока не забирает назад, давайте рискнем. И в это время я уже был достаточно информирован о том, что нужно для реставрации такого ценного исторического инструмента. Это нужны исторические струны, материалы, плекторы, материалы, клеевые материалы и так далее. Я консультировался с немецкими мастерами отдельными. Сюда были присланы все эти материалы, включая струны. И тогдашний очень хороший мастер по фортепиано, клавесинных мастеров тогда у нас не было. Владимир Ильич Голосов, он был лучшим настройщиком в радио. За год или даже меньше, я думаю, произвел реставрацию, после которой инструмент торжественно был обыгран на концерте в зале музея. И на нем была записана моя пластинка с сочинениями Баха. Сочинение, просто хотелось мелодии выпустить что-то такое вот сильное, Бах. Потому что вообще-то это ведь клавесин, построенный через 16 лет после смерти Баха. То есть это не совсем относится к Баху. Но на нем может играться вполне замечательная немецкая музыка. Вы сегодня услышите Сииту Генделя на нем. А вообще-то на нем потрясающе идут раннеклассицистские вещи. То есть сам Иоганн Кристиан Бах, Филипп Эммануил Бах и Йозеф Гайден. Вот так что с тех пор этот инструмент благополучно стоит в экспозиции и иногда звучит в концертах. За что, в общем, мы в равной степени друг другу благодарны. Я благодарен музею, что музей пошел на эту реставрацию, сделал ее и сделал прекрасно. И что инструмент встал на ноги вот в этом замечательном здании. А музей, наверное, благодарен мне за идею, я думаю. Очень. Очень. А еще я хочу сказать благодарность. Вдруг Андрей Александрович Макаров нас слышит сейчас. Человек, который открыл в Светлогорске частный органный зал. И зал этот процветает, и многие концерты проходят. Там зал очень известный. Вот тот самый Андрей Александрович Макаров, который был совсем недолгое время директором в этом музее, вот такое сделал замечательное дело, хорошее. Ну, особой деликатности в этой истории нет. Есть просто хорошая идея, что встретились два хороших человека и сделали доброе дело. На будущее. На будущее, конечно. Слушаем. Да. Слушаем. Я сыграю четыре прелюдии Иоганна Себастьяна Баха, которые, в частности, записаны на этой мелодийной пластинке. Спасибо. 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 Большое, как часто нам приходится в жизни слушать уникальные старинные инструменты, я хочу еще раз напомнить, что это клавесин работы мастера Бурката Шуди, Англия, Лондон, 1766 год. — Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, в одном из интервью вы сказали о том, что вы сторонник того, что музыку нужно исполнять, музыкальные произведения, именно на тех инструментах, для которых они были написаны. И скажите, пожалуйста, не изменилось ли ваше мнение? — И да, и нет. Дело в том, что, конечно же, музыка создавалась на тех инструментах, которые существовали в данную эпоху, когда были написаны эти произведения. Я не думаю, что Барахмальнов, если он бы жил в эпоху Шуберта, он бы писал по-другому. Инструменты заставляли писать, время заставляла, эстетика этого времени, эпоха заставляла писать, не заставляла, просто это было естественно. Так же, как, допустим, в советское время был естественным, я не знаю, как сказать, стиль большого симфонизма, которого не было даже в XIX веке. Там был всё-таки другой симфонизм. Так что в любом случае инструмент диктовал, и композиторам не приходило в голову написать что-то за пределами этого инструмента. Они нормально смирялись с этим. Вот только с развитием клавишных инструментов, инволюцией, которая на глазах была у Моцарта, Бетховена и Шопена вплоть до этого времени, вот тогда происходили революционные события, как в композиции, так и в строительстве инструментов. То есть мастера видно было, что музыка выходит уже, стремится по своему содержанию, по своей фактуре, по своим концертным даже запросам, стремится выходить за рамки возможностей инструмента. И тогда они стали создавать инструменты, и более сильные, более объёмные по диапазонам, более масштабные стали изобретать другие. Появились молоточковые клавиры или фортепиано с кожными молоточками, с кожной оклейкой, потом фельдцевая оклейка и так далее, и так далее. Что касается сейчас, сегодняшнего нашего времени, вернее так, в XIX веке никому не приходило в голову играть более старую музыку на тех инструментах. В эпоху Шопена Бах музицировали на эрарах и плеелях того времени. В позднюю эпоху, когда всё это игралось, конечно, во время Брамса, он играл эти сочинения на инструментах своего времени, лист на инструментах тоже, которые были у него под рукой и так далее. Но в XX веке ситуация резко изменилась после войны. Стало, возможно, историческое зрение. И первые инструменты, отреставрированные мастерами после войны, это 50-е и 60-е годы, ошеломили своим звучанием другим, совершенно другим. И музыка стала другой. И люди стали заново открывать и всю классику, и баха, и добаховскую музыку. Постепенно начали с барокко, а потом где-то в 80-е и 90-е годы заново начали открывать уже и Битховена, и Моцарта на ранних инструментах, на тех. И теперь у нас произошло вавилонское столпотворение. Мы теперь имеем все инструменты и научились говорить на всех языках с помощью этих инструментов. Конечно, мы теперь вправе подумать еще так, а можно ли сыграть на более позднем инструменте более раннюю музыку или на более раннем инструменте более позднюю музыку. Это будет, конечно, диссонанс эпох, но это будет очень интересный эксперимент для нашего времени. Я в этом смысле абсолютно не возражаю против таких интересных смещений и даже смешений. Но это, конечно, лучше делать тем, кто очень хорошо изучил инструмент каждой эпохи и знает, как на нем эта эпоха говорит, как он звучит, как произносятся слова, словарь этой эпохи. Потому что пианист садится за современный рояль и начинает играть баха, как Шопена. Это совсем не то. Или там, я не знаю, что. Масса всяких примеров. В общем, думаю, что лучше все-таки придерживаться, если такие возможности есть. Они есть в Европе давным-давно. И у нас они постепенно тоже расширяются. Возможности исполнения на инструментах самых разных эпох. А эпоха сама неоднородна. Возьмите барокко. Оно длилось, не знаю, 200, может быть, 200 лет. Но каждые 10-15 лет появлялись новые инструменты. Разные модели, разные страны, разные вкусы. Галантность французской музыки, устойчивость и философичность немецкой музыки, близость к органному мышлению. Или какая-то виртуозность и боскость итальянской музыки. Все это разное, все это требует разных инструментов. Так что я не за унифицированность, а за полифонию существования всего. И вас интересно слушать. И музыку хочется послушать еще один вопрос. И перейдем к музыке. Скажите, пожалуйста, а два слова о вашей личной коллекции? А, ну вот в то время, когда я заинтересовался игрой на старых инструментах, старыми инструментами и вот этой именно подлинностью старых инструментов, моя коллекция, я заложил эту коллекцию, собственно, двумя вот этими копиями, которые я приобрел в самом конце 70-х. Это вирджинал английский и фламандский одномануальный клавесин. Клавесинов в нашей стране вот так найти оказалось невозможным. Я искал, искал, но оказалось невозможным. Они либо разрушены, либо где-то в музеях стоят преобразованные фортепиано. Даже вот так. Но попутными стали попадаться старинные рояли. И вот тут, конечно, в России еще можно что-то было откопать. С середины 80-х я стал собирать инструменты, которые как-то звучали еще, которые можно было реставрировать. И таким образом у меня появились французские ЭРАР, появился Блютнер середины 19 века, появились инструменты российских мастеров. Тишнер, Вирт, другие инструменты. Она у меня не такая уж большая, эта коллекция. Но просто надо было спасать инструменты. Вот. И несколько лет назад, ну, я думаю, лет 10 назад, мой младший коллега Петр Айду стал продолжателем этой линии. Он собрал, по-моему, больше 50 или 60 инструментов. И теперь могу сказать, что, кстати, тоже музейное дело, наш хороший друг и прекрасный реставратор и фортепианный мастер Алексей Ставицкий долгое время искал, что же, какие площади где-то можно было бы найти под свою мечту музей фортепиана. И вот он открыл его в прошлом году в городе Рыбинске. Это большие палаты, зал со сводами. И он туда поместил, по-моему, чуть ли не 40 инструментов. Вот. И я там был, и мы там все по очереди играем. Там стоят частичные мои инструменты. Пока что они мои, но, может, они будут скоро уже не моими. Сейчас это уже не так важно, но главное, что они уже теперь в стадии сохранения. и реставрация тоже, и сохранение. И музей – это место, где и сохранение, и живое музицирование. Спасибо большое. Музицируем? Да. Значит, я хочу сейчас пригласить трио моих друзей и коллег-музыкантов. Ольга Мартынова, клавесин. Олег Худяков, флейта. И Анатолий Гриденко, виола да гамба. Я уже сказал, что Олег и Анатолий участвовали в записи нашей самой первой пластинки в музее. И поэтому, собственно, вот и получилось приглашение сегодня. А с Ольгой Мартыновой мы и коллеги не только по музицированию, но и по преподаванию в консерватории на факультете исторического и современного исполнительского искусства. Вот она солистка, и очень много играет, и преподает самые разные музыки. И они сыграют трио соль-мажор, да? Трио соль-мажор, трио сонату. Ми минор. Ми минор, прошу прощения. Трио сонату ми минор, французского автора середины 18 века, Жозефа Боден де Бомортье. А вначале я сыграю небольшую такую прелюдию. Шенка. Композиток, который родился в 1660 году и жил в Амстердаме. Это вёл до гамбы. Вот здесь единственный инструмент, я смотрю, на витрине есть. Это копия колешон середины 18 века. Амстердам. Амстердам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Вы придумали, затеяли в конце 80-х годов фестиваль, который взорвал всю страну и даже часть зарубежья. Да, я пытался подобрать слово. Как есть, так и говорю. Фестиваль «Альтернатива». Скажите, пожалуйста, откуда такая идея и такой мощный фестиваль, такое время, конец 80-х годов, и вдруг фестиваль «Альтернатива». А что за «Альтернатива» это было? Чему? — Вы сейчас сознательно перескочили от старинной музыки сюда, да? — Да, сознательно. Мы вернёмся. Обязательно вернёмся. — Ну, это… Дело в том, что новая музыка, современная музыка, и авангардная, и вообще экспериментальной музыкой я занимался всё время. 70-е годы все параллельно со старинной музыкой. И не только я, конечно, мои коллеги, и Татьяна Гринденко, и Марк Пекарский, и Анатолий Гринденко, и Олег Худяков, мы тоже все участвовали в этом. Но всё мы играли тогда, в советское время, достаточно подпольно. Это не были, как правило, филармонические концерты. Фамилии даже наших авторов, таких как Денисов и Губайдульна, просто замалчивались, их просто не допускали в концертные программы. Я уж не говорю о Кейджи или Штокхаузене. Но всё это проходило в нефилармонических залах, в институтах ядерной физики, в математических институтах, в каких-то школах, даже в консерватории, как НСО, научное студенческое общество. Но вот наступила эра Горбачёва, и всё как-то стало открываться. И тут получилось так, что просто все наши потенциальные возможности оказались в содружестве возможными к реализации через Союз Концерт. Союз Концерт как бы выступил патроном этого фестиваля, а место встречи – это был музей Глинки, опять-таки, потому что в музее Глинки не надо было заручаться филармонией чьего-то, разрешения Министерства культуры или каких-то ещё высоких инстанций, таких, которые всё ещё немножко следили идеологически, а где там что-то такое. Но вот музей оказался, опять-таки, той свободной площадкой, где принимались любые идеи. И сотрудники музея были восхищены, как бы, вот, мы проведём этот фестиваль, а что будет дальше – посмотрим. Союз Концерт взялся за это, и мы сделали фестиваль, десятидневный, большой парад современной музыки, который… фестиваль, в котором сочеталось. И музыка, это уже не сказал бы авангард, так сказать, авангардисты – это вот московская тройка, так сказать, Денисов Шнитке, Губайдулина и другие композиторы более младшего поколения. Но к этому времени уже стал нарастать уже пост-авангард. И нам нужно было соединить, ещё к тому же, присоединить открытие «Белых пятен», то, что публично композиторы не были даже особенно широко известны, такие как Антон Веберн или Чарльз Айвс. Наши молодые композиторы, тогда молодые очень, как Корндорф, Мартынов, Александр Абинович, Георг Пелецис, рийский композитор. Ну, Арва Пиарт не был молодым, но он был одним из тех, кто переломал авангардную планку и сотворил свой, как бы сказать, укоренённый в традиции стиль Тинтинабули. Ну, мы вернёмся к этому. Но главное, что этот фестиваль был проведён первые здесь музеи. Последующие фестивали проводились и в музеи, и в других залах. Они уже расширялись по Москве. Но этот фестиваль был только авангардным. То есть этот фестиваль только музыки XX века. И опять-таки пространство... Вот я сейчас слушал эту музыку по Марте и ситуацию. Всё-таки вот такая музыка камерная и в этой обстановке находит свой родной дом. Она как-то звучит очень правильно. Даже, может быть, в чём-то лучше, чем с большой сцены. Салон, общение. Вот и такой большой, небольшой по размеру, но большой сценой по своему излучению оказался музей. Это был и зал-музея, и фойе-музея, где тоже разыгрывалась музыка на пространствах двухэтажных. И это всё использовалось. Спасибо большое. Вы сказали, что мы вернёмся. Мы чуть позже ещё с Алексеем Борисовичем расскажем продолжение этой идеи. Но сейчас мы возвращаемся к музыке Генделя. Да. Можно мне представить тогда Ольгу Мартынову? Представлять уже как бы не надо. Она замечательно играет на самых разных клавесинах всех, можно сказать, эпох. Почему Генделя? Генделя присвоила Англия себе в 18-м веке как своего композитора. Так же, как она присвоила и Оганна Христиана Баха, и итальянцев Джиминиани, и других ещё композиторов. Вот, не имея очень сильных своих. Вот, Гендель, безусловно, исполнялся на таких английских клавесинах, и это мощнейшая музыка. Вот, будет сейчас исполнено три части из свиты «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, «Альбанда», «Сарабанда» и «Жига». Ольга Мартыновна. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать буквально два слова. Этот инструмент удивительно богат своими возможностями. В нём есть столько регистров, которые на самом деле сейчас не все можно использовать. Я верю, что он будет в скором времени использоваться просто на полную мощность. И сейчас пока, на самом деле, то, что вы слышите, это в достаточной степени верхушка айсберга. Если брать в расчёт то, что он в принципе может. Инструментов действительно замечательный, и он должен звучать на пределе своих возможностей. Итак, Георг Фридрих Генделя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, на самом деле я хочу сказать буквально два слова о том, что когда бы мне не случалось оказываться на одной сцене с Алексеем Борисовичем, это всегда было невероятное счастье. Это всё, что я хотела сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я невероятно рад, что у меня такие чудные коллеги, с которыми мы 20 лет уже ведём, больше 20 лет, факультет исторического современного исполнительского искусства. и все коллеги, и все коллеги воодушевлены именно музыкой и инструментами. И главное, что музыка, которая сейчас всё больше и больше старинная музыка наполняет наши залы, становится всё более и более актуальной в руках вот таких замечательных исполнителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Пожалуйста, аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что сегодняшний день? Что сегодняшний день в вашей жизни? Что интересного происходит? Какие проекты? У вас есть проекты и в России, и за рубежом? Ну, мне так кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вы знаете, проектов много. Я... Мне не стыдно хвастаться какими-то вещами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь можно. Вы же сказали, в музее можно всё. В филармонии всё. В музее можно всё. Потому что, действительно, я могу считать себя счастливым человеком, что мне, как правило, удавались и удаются, как говорят сегодня, проекты, которые 20-30 лет назад казались совершенно невозможными. Ну, вот и с помощью, конечно, замечательных людей, помощников и энтузиастов, да и с моей пробивной, в общем-то, довольной энергией, делаются самые интересные и разнообразные вещи. Конечно, в чём-то, вот в отношении старинных инструментов, мы идём вслед за Европой, отставшей от неё на пару десятилетий в 70-е, 80-е годы, а сейчас мы идём вровень с ней. И вот этот проект, кстати, самый крупный, наверное, проект, это появление факультета в 97-м году, заставил заговорить о нашем новом поколении, о молодом поколении клаверистов, клавесинистов, клаверистов, играющих на старинных инструментах, и скрипачей. Так что стали, заговорили о русской клавесиной школе. Прямо вот так вот, уже после нескольких первых премий, первых, вторых и так далее, специальных премий на крупнейших конкурсах в Брюге, в Ляйпциге, в Риме, в Амстердаме и так далее, и так далее. Вот, это я считаю удачей, завоеванием удачей, которая не только лично моя, далеко не только лично моя, это импульс, который, может быть, получился в то время, вот, с 80-е, 90-е годы, и который сейчас является просто нашей актуальностью. Вот, моих личных проектов, но их тоже много, в основном они связаны, как ни странно, вот уже в 90-е, в 2000-е годы, больше, пожалуй, с фортепиано, меньше с клавесином. Клавесин как-то у меня был в фокусе моих интересов в течение 80-х и, может быть, 90-х годов, но с интересом и моим к ранним фортепиано, и к реставрированным, и к оригинальным, которые стали поравляться в Европе всё в большем и большем количестве, в феноменальных совершенно реставрациях. Так что они звучат, в принципе, как выпущенные мастером практически сегодня. Удалось сделать много интересного. Ну вот в 90-е годы я записал полное собрание сонат Моцарта на французской фирме «Эрата», потом пошли проекты с другими, с Шувертом, с Бетховеном, с Шопеном на инструментах шопеновского времени, вплоть до, я бы сказал, до Стравинского, которого мы записали с моим партнёром Вячеславом Попругиным в Голландии в 2012-2013, что ли, году на двух французских инструментах времени Стравинского начала века. Это был гаво, рояль и гаво и плеель. Мы записали сочинение для двух фортепиано, и концерт Стравинского, и концерт Дамбартон Окс. Вот такие даже вот игрища, как бы и начало 20-го века, уже не говоря о романтическом веке, возвращается к своим инструментам, к своему инструментарии, и звучит по-другому, и там принципы игры. Но одновременно с этим всё влечёт, конечно, новая музыка. И, ну, что ещё? Из последних проектов, которые... Ни один проект или какие-то замыслы я не ограничиваю своей собственной персоной, а всегда вовлекаю энтузиастов, людей и прекрасных игроков на этих инструментах. Так у нас буквально на прошлой неделе, неделю назад, состоялся марафон, биткоинский марафон Людвиг Фест, посвящённый 250-летию со дня рождения биткоина, как весь мир, собственно, посвящает сейчас последние полтора сезона уже этому событию. Несмотря на ковидную ситуацию, этот блеск, сказать, демонстрации Биткоина продолжается. И мы его отметили, наш факультет отметил исполнением всех концертов и других сочинений Биткоина для фортепиано и оркестра на инструментах, не биткоинского, правда, о инструментах начала XX века в Большом зале консерватории. Это был трудный, амбициозный и трудный по репетициям, по всему проект с камерным оркестром музыка Вива Александра Рудина. Ну вот, из других планов каких-то, ну вот я уже сказал, что буквально в прошлом году я записал Шопена на инструментах времени Шопена. И вот еще вы говорили, помните, сказали, можно ли исполнять инструменты, музыку на инструментах несоответствующей эпохи. Я сделал эксперимент, я записал на пианино Плиель, которое принадлежало ученице Шопена, и он знал этот инструмент, это было в Варшаве. Я записал на нем несколько мелких сочинений Шопена, а также три прелюдии Фуги Баха, фантазию Моцарта и лунную сонату Бетховена. И все это совершенно звучит по-другому, чем даже на инструментах времени Моцарта и Бетховена. Не только звучит, приходится играть по-другому, получается другая музыка, романтизированная, шопенизированная, пускай это новые платья короля, но это настолько интересно, когда попадают в руки блестящие, замечательные и уникально звучащие инструменты, на них хочется немножко и переделать и другую музыку. И она звучит не так на современном рояле. А это уже издано? Это издано, издано польским институтом Шопена. Публично издано в пластинках, это есть, кстати, и в интернете, в дисках. Это есть, кстати, и в интернете, в YouTube можно найти, но там, к сожалению, в YouTube это не построено как единый диск, потому что там программа, которую я выстраивал, я чередую этих композиторов, так, чтобы тональности смыкались. Это начинается с доди, с минора, окончается рэбемоль-мажором, то есть тональностью на том же тоне, только после подавленного мелодхарического минора звучит такой же светлый и романтический мажор. Но это надо знать конструкцию этого диска, а так в YouTube можно найти все это. Обложка диска красная, и он называется Chopin, сейчас я скажу, это Chopin с пьяном, вот так. Мы не будем искать в YouTube, мы обязательно найдем оригиналы, для того, чтобы это обязательно попало в фонды музея, и чтобы через многие-многие годы люди, которые придут в музей, увидели эту пластинку и могли послушать. А я принесу, конечно, потому что музею нужно иметь... Видите, как я выпрашиваю для музея, все сразу, да, у всех на глазах. Нет, ну потому что музею нужно иметь записи на лучших исторических инструментах, которые прекрасно отреставрированы, и они, наконец, дают нам услышать, как композитор слышал свои вещи, каким звуком он слышал. Мы не знаем, как он исполнял, но мы знаем теперь, каким звуком он исполнял. Как это звучит, да. Спасибо большое. Ну, Шопен, теперь Шуберт. Вот, давайте, я сюда два слова скажу. Обязательно микрофон, потому что нас смотрят... Да, Инструментов битковинского, шубертского времени здесь, к сожалению, в этом музее пока нету. Но есть инструменты, которые очень хорошо соответствуют эстетике, романтической эстетике XIX века. Я здесь, мне сразу приглянулся, инструмент, вот коричневый, который здесь стоит, это Бекштейн, принадлежавший пианисту Королькову. Вот, Бекштейн, какого года? 1901 года. 1901 года. У меня дома Бекштейн 1920-х годов, но я переиграл на очень многих Бекштейнах за границей и должен сказать, что вот эти модели Бекштейнов примерно повторяют в течение трех десятилетий друг друга. И так что здесь вы услышите звук, очень близкий к Бекштейну середины XIX века. И Шуберт на таком инструменте звучит практически идеально. Вот, мне бы хотелось сыграть на нем, можно уже сыграть? Конечно. Сыграть два экстронта Шуберта. Не пугайтесь, что инструмент закрыт. в этом зале он звучит так лучше. Шуберта. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА